Многие современные артисты не ограничиваются творческими заработками. Прекрасно понимая, что популярность в любой момент может сойти на нет, звёзды то и дело организовывают разнообразные бизнес-проекты. Так, наша подруга Софочка Ротару ещё в далёком 2009 году решила открыть отель в Крыму. С табличкой «Крым наш» она ходила по крещатику, да. Артистка уверяла... Не, ну подожди, Валера, им сейчас за политические лозунги сейчас на меня набросится. Да похуй, Света, не бойся, я тебя защищу. Ух, ты ж гляди, кто кого защищать-то будет, Валерка. Софочка уверяла, что ей было очень сложно организовать собственное дело. Но в итоге Ротарочку осталась довольна гостиницей. Я позвонила быстро Софочке и говорю, Софа, привет, говори. Софа, а, открыла рот. Проект дался большим моральными и материальными затратами. Разве что гостеприимству учиться не пришлось. С тех пор, как задумала открыть отель, стала обращать внимание на различные мелочи в ресторанах и гостиницах. На гастролях обязательно я заглядываю в популярные места города, чтобы посмотреть там идеи для интерьера. Пару лет назад в одном из заведений Италии я увидела вазу для одного цветка, которая показалась мне очень изящной и изысканной. Тут же, я тут же заказала 20 таких же ваз для нашего ресторана в отеле. В гостинице Флоренция понравилась мини-парфюмерия известной марки. Расставила такую же у себя. Я люблю вас. Спасибо, спасибо огромное, Софочка, я тебя тоже очень люблю. И тут я бросила трубку. По слухам, именно в гостинице Вилла София певица провела новогодние праздники. Однако сотрудники отеля категорически отрицают слухи, утверждая, что Ротару не посещала отель уже много-много лет. Я позвонила быстро, значит, этим, ну, сотрудникам отеля, говорю, говорите, говорите, говорю. Да не, уже много лет она тут не была. Последний раз, наверное, знаете, была, когда Крым ещё был украинским. А сейчас отель вообще пуст, нахуй никому не нужны. Ну, знаете, вы сами понимаете, цены у нас высокие, не каждый себе может позволить эту пейботу с золотыми унитазами. Рассказал мне охранник Вилла София. Расценки на проживание действительно высоки. Так, самый дешёвый номер категории люкс стоит от 16 до 20 тысяч рублей. А вот самые дорогие апартаменты в отеле обойдутся гостю в 82 тысячи рублей за суточки. Блядь, это у меня реакция на цены. Если посетитель может запросить дополнительное место, за которое придётся доплатить около 10 с половиной тысяч рублей. То есть за раскладушку ещё десятку подкинешь. Всего в отеле имеется 12 номеров с видом на море. Постояльцам предлагаются просторные комнаты с мини-баром, телевизором и отдельной ванной комнатой, в которой есть также унитазик и бедешечка, где вы можете помыть попку. Также София Михайловна позаботилась о том, чтобы в её гостинице была представлена только дорогая антикварная мебель. Несмотря на это, далеко не все посетители остаются в восторге от проживания. Я быстро позвонила посетителям вот этого вот заведения, софа Вилла, и говорю, говорите, говорите, говорю. Они открыли рты. Знаете, это максимум три звезды. Тапочки, халаты, унитаз. Абсолютный стандарт. Персонал с кривым лицом и скудными завтраками ходят здесь и портят нам настроение. Совок так и остался совком. Вообще, за 28 косарей Ротарова могла бы и спеть у нас в номере. А на лицо тебе не сесть, мальчик. И тут я бросила трубку. Сама Софочка Ротару обсуждать бизнес-проекты и доходы не очень любит. По информации Желтой газетки, певица сократила количество гастролей, а появившееся в свободное время предпочитает проводить в кругу родственников. Несмотря на это, новые песни Софии Михайловны регулярно выходят, продолжая радовать публику. Вот так, котятки. Вот такая вот грустная и печальная история про дорогой апартамент Софочки Ротару. Вот. Каждый артист пытается заработать отдельно от сцены. Кто-то открывает салоны красоты, кто-то открывает магазины, кто-то пятерочки, дикси-хуикси. А Софочка решила сделать на территории Крыма гостиницу под названием Софа Вилла. Софа Вилла, где 30 косарей стоит номер люкс за суточки. Котяточки, я вас очень-очень люблю. Жду от вас лайки, дизлайки, подписку, отписку. И обязательно, обязательно оставляйте свои комментушечки, которые я очень люблю читать, мои сладкие котяточки. Сейчас я буду петь песни, я так подозреваю, будет песня Софа Ротару. Вот. И я жду от вас обязательно танцы, шмансы. Мой бомба-балет уже готов, смотрю. Ноги-ноги разминает свои красивые волосатые небритые ножки. Поехали. Камон, ребаде, танцуем. Танцуют все. Давай, давай, давай. Камон, ребаде, ручки, ручки, ручки. Вот и лето прошло. Словно и не бывало. Нам пригреле тепло. Только этого мало. Все, что сбыться могло Мне, как лист пятифалы Прямо в руки легло Только этого мало Поехали. Поехали. Только, 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 только Этого мало Только, 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 только Этого мало Только, только, только Этого мало По напрасну не зло Ни добро, ни пропало Всё горело светло Только этого мало Жизнь брала под крыло Берегла и спасала Мне и вправду не зло Только этого мало Только, 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 только Этого мало Только, 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 только Этого мало Только, только, только Этого мало Танцуют все Качаем танцпул, котят, энергичнее Листьев не обожгло Леток не обломало День промыт, как стекло Только этого мало Поём все вместе Только, 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 только Этого мало Давай, давай Только, 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 только Этого мало Только, только, только Этого мало Валерка, наливай за копочку Давай, много не надо, нет Ты знаешь, я в говно Припев, поехали, командуль, Вадя Только, только А, не сори Всё, короче, хотя песня кончилась Ты-то света пошла отдыхать Сейчас, Валера, ростик на любви Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует...